Военноэксперт Павел Нарожный присоединяется к нашему эфиру. Павел, приветствуем. Добрый день. Добрый. Павел, скажите, пожалуйста, а как последние события, связанные с неизвестными беспилотниками и так далее, отразились вообще на ситуации или на способности воевать российской армии в конкретных или отдельных регионах? Ну, что мы можем сказать? Очевидно, эти третья сила, которая наносит удары беспилотниками по нефтебазам, она преследует одну простую цель – сделать так, чтобы у российской техники не было топлива, на котором они могут передвигаться. Прямо вот сейчас мы еще не ощутили, мы еще не заметили какого-то послабления, но мы это заметим в самое ближайшее время, когда Украина начнет наступление, когда россиянам придется маневрировать, придется отражать эти удары, придется подвозить очень большое количество техники, боеприпасов, в первую очередь артиллерийских. Все это неимоверное количество того самого дизеля, который сгорел, ну, например, в Севастополе, который сгорел в Тамане, который сгорел в Брянской области. Ну, то есть прямо сейчас эффекта еще нет, но он будет, и он будет очень серьезным. Скажите, пожалуйста, вот то, что происходит сейчас, да, и мы говорили в нашем начале сообщения о том, что опять Красногвардейская, если не ошибаюсь, там слышны были взрывы в Крыму. Ну, можем ли мы это считать, если не началом контрнаступательных действий, то, по крайней мере, подготовкой к этому, то есть как раз разрушение логистики для того, чтобы потом у оккупантов просто не было возможности эффективно обороняться, эффективно подвозить постоянно топливо, ГСМ и так далее. То есть можем ли мы это считать первыми действиями вот такого умного освобождения наших территорий? Абсолютно верно. Но кроме Красногвардейского еще происходила такая не очень заметная, очень важная вещь, как обстрелы в Мелитополе депо локомотивов. Почему это важно? Потому что через все поставки в Херсонскую, в оккупированную часть Херсонской области, они идут через Мариуполь, через Мелитополь, потому что Крымский мост до сих пор не восстановлен, железнодорожные перевозки по нему не ведутся. А российская армия, она просто кровь из носу зависит от железных дорог. У них других методов логистики просто нет. Ну невозможно подвозить то количество боеприпасов, которые им необходимы на грузовиках по автомобильным дорогам, ну не говоря уже там про авиацию и что-то другое. То есть все, что мы наблюдаем сейчас, это такая тихая подготовка к наступлению. Такой, я бы его так назвал, метод тысячи порезов, когда один порез не убивает, но все суммарно, они наносят такой ущерб, который потом просто обеспровленная российская армия не будет способна абсолютно ни к чему. Хорошо. Павел, министр обороны Украины Алексей Резников интересную вещь заявил, касается она того, как оккупанты адаптируются под новые возможности украинской армии. Ну то есть в частности на примере хаймарсов. То есть появились у Украины хаймарсы, которые наносили удары в глубину на километров 80, и это означает, что оккупанты просто свои логистические центры перенесли чуть подальше, на 120 километров. Сейчас, с учетом того, что кто-то неизвестные дроны, но весьма эффективно запускает, каким образом оккупанты могут подстроиться под эту ситуацию, адаптироваться под нее? Остаются ли еще места для маневров? Ну если мы говорим про хаймарс, то хаймарса, да, есть железное ограничение, это дальность полета ракеты, 84 километра. Дальше она не может полететь никак. В том случае дрона все намного интереснее становится, потому что дрон, на нем стоит двигатель внутреннего сгорания, и дальность его полета зависит всего лишь от того, какое количество топлива он на том взять на борт. То есть там 20, 40, 50, 100 литров. Ну то есть вот тот самый шахед иранский, который россияне очень активно используют, он может лететь приблизительно до 1000 километров. То есть в принципе нас ничего абсолютно не ограничивает для того, чтобы мы сделали точно такие же дроны и точно так же на 1000 километров их запускали. Они очень дешевые, то есть речь идет про порядка 20-25 тысяч долларов за одну единицу. Ну для сравнения ракета хаймар стоит 150-200 тысяч долларов. То есть это более дешевый, более эффективный метод. Отодвинуть на 1000 километров логистику, из-за 1000 километров подвозить боеприпасы по чайной ложечке, ну это нереально абсолютно. Поэтому россияне не смогут никак адаптироваться. И они не смогут очень быстро построить систему ПВО. Ну тут еще есть один такой интересный момент, что этих же установок ПВО надо не одну, а там речь идет про тысячи штук. Быстро это сделать практически нереально. Поэтому адаптироваться к ударам дрона, ну это из серии фантастики. Означает ли это, что по сути отпала необходимость в таких снарядах для систем Хаймарс или других систем М270, как Атакамс, которые на 300 километров бьют? Давайте не будем путать. Все-таки вот когда мы говорим о том, что для успешной атаки дроном нужно запустить порядка 10 дронов. Почему? Потому что там 8 могут быть сбиты, они могут не долететь там из-за технических проблем. Их могут заглушить, например, РЭБом, ну какие-то другие методы противодействия могут быть. Если речь идет про Атакамс, то Атакамс это сверхзвуковая ракета, которая летит со скоростью 3-5 скоростей звука, которая падает вертикально вниз, там под углом 90 градусов на цель, которую практически нереально сбить. То есть это другого класса оружия, абсолютно другого класса оружия. Потребности у нас есть у них, и они останутся. Кроме того, не забываем, что у нас есть такие очень интересные цели, например, как системы РЭМ врага, такие как системы ПВО врага. И их сбивать с помощью дронов проблематично. Ну то есть те самые системы, которые будут защищать, ну те самые, например, нефтебазы. То есть для уничтожения таких целей нам нужны ракеты для Хаймарсов и с дальностью 80 километров, и с дальностью 150, такие как GLSDB, и с дальностью 300 километров. Да, ну это полезная информация в любом случае. Спасибо за оценку. И еще момент к теме дронов. В течение сегодняшнего эфира мы еще вернемся. Это важная тема, ее следует обсуждать. В нашем эфире появится Валерий Яковенко, соучредитель компании Drone.ua и эксперт в сфере беспилотных технологий, робототехники. Поэтому следите, уважаемые зрители, за нашим эфиром. Про ПВО давайте еще поговорим. Вот мы как раз обсуждали, как российское ПВО показывает свои огромные, ну не то что дыры, а кажется просто гранд-каньоны на территории Российской Федерации и временно оккупированных территорий Украины. Системы Патриот, кажется, показали себя, знаете, в новой исторической вехе, по крайней мере об этом утверждают наши воздушные силы. Была сбита гиперзвуковая ракета «Кинжал» впервые в ходе полномасштабного вторжения России против Украины. 4 мая это случилось. Ракету Х-47 выпустили с МИГа-31К, это территория России, он был запущен. Расскажите, пожалуйста, как удалось это сделать? Это возможности системы Патриот, получается, раскрылись по-новому в этой войне? Или, в принципе, эти системы и способны сбивать гиперзвуковые ракеты? Потому что до этого дня не было таких сообщений. Ну, для начала нужно поймать, что такое гиперзвуковая ракета. Это ракета, которая летит со скоростью, ну, как бы, нет четкого определения, общепризненного, но широко принятое определение, которая летит со скоростью 5 и более скоростей звука. Россияне заявляют, что ракета Х-47, которая является, ну, скажем так, модернизацией ракеты времен Холодной войны, они ее разгоняют с помощью МиГ-31К, то есть носителя, носитель сам разгоняется там до двух-трех скоростей звука, после этого с нее стартует ракета, и таким образом она разгоняется на короткий промежуток времени на скорость 12 скоростей звука. После этого скорость у нее постоянно падает, да, приближение к цели. К цели она уже падает, как баллистическая ракета, ну, то есть на последнем участке пути. Мы получили системы Патриот в модификации самой последней, ПАК-3. Ну, там было три модификации, ПАК-1, ПАК-2, ПАК-3. Чем они отличаются? ПАК-2 — это ракеты, которые со шрапнелью. Ну, вот все прекрасно помнят, когда россияне сбили Боинг над Луганской областью, очень много было фигурировало в прессе фотографий, такой, в принципе, нашпигованный, как бы, такой кучей, как, не знаю, как назвать, дробью, да, как охотники стреляют. Это шрапнель. То есть ракета подлетает к цели, возле цели взрывается, во все стороны разлетаются стальные шарики. Это самый такой, ну, условно говоря, тупой путь. Не нужно точно попадать в ракету. У нас ракеты Патриот в модификации ПАК-3. Это кинетическая ракета. На той фотографии, которая была опубликована, видно одно отверстие в ракете, которая уничтожила. То есть что это означает? Она с гиперточностью, с хирургической точностью попадает в ракету одним ударом, и в ней внутри нет боеголовки, нет взрыва. Она просто, ну, как я не знаю, стальным шариком просто бьет в приближающуюся ракету. И это действительно историческая веха. Почему? Потому что до этого нет никаких сведений о том, что где-либо на каком-либо театре военных действий какую-то сверхзвуковую ракету сбивал Патриот. Все это было глубоко в теории. Ну, почему? Ну, потому что нигде никогда в боевых действиях эти гиперзвуковые ракеты не применялось. Как оказалось, Патриот против них абсолютно успешно работает. И самая вундерваффа российская, на которую там Путин надеялся, как Гитлер надеялся на Фау-2, как оказалось, не работает. Спасибо большое. Спасибо за оценку ситуации. Спасибо за технические данные, которые дополняют общую картину. Павел Нарожный, военный эксперт, был с нами на прямой связи.